Возраст 60 плюс для многих становится пограничным. В это время большинство женщин выходят на пенсию и теряют интерес к своему внешнему виду. Однако при желании и в 60 и в 80 лет можно выглядеть ухоженной леди, а не бабулькой. Конечно, задача это не самая простая, поскольку практически нет брендов, которые выпускают специальные линии одежды для пожилых. К тому же, приходится учитывать и ограниченность в финансах, так как далеко не все женщины этого возраста хорошо обеспечены. Но все же главное – это ваше желание выглядеть хорошо и одеваться стильно. Основное требование гардеробу зрелых женщин – это элегантность. Независимо от того, полная у вас фигура или стройная, одежда должна быть простой, удобной и стильной. Даже стройным дамам не стоит оголяться, надевая короткие шорты или блузку с глубоким вырезом. Нарочитая сексуальность нарядов в возрасте 60+, выглядит нелепо и даже несколько жалко. Основу гардероба стильной леди должны составлять добротные классические вещи. Если вы располагаете такой базой, то дополнять и расширять ее можно по своему вкусу. К классическим вещам можно смело добавлять модели в стиле casual, этно, боха, какие-то элементы романтического и спортивного стилей. Выбор зависит от типа предпочтений, образа жизни и рода занятий. Одежда на каждый день должна быть практичной и удобной. Пенсионеркам можно сделать ставку на casual. В любом возрасте можно носить джинсы, уютные кардиганы и элегантные куртки. В гардеробе должны быть простые базовые футболки и толстовки. Такая одежда удобна для прогулок, поездок на дачу, посещения магазинов. Если женщина предпочитает романтический стиль, то основы ее гардероба могут составить платья. Предпочтение стоит отдать прямому и полуприлегающему силуэту. Стоит избегать моделей с большим количеством декора, оборок и валанов. Удачным выбором может стать платье-рубашка. Такой фасон неплохо смотрится на фигурах разного типа. Классические костюмы с брюками и юбками необходимы дамам, которые продолжают работать в организациях, где принят классический стиль одежды. Возраст 60 плюс не равен обету носить только нейтральные тона. Подберите оттенки, которые вам идут. Как правило, обладательницам смуглой кожи подходят чистые и яркие тона, а вот белокожим больше идут чуть приглушенные, как сейчас говорят, пыльные оттенки. Старайтесь избегать большого количества темной одежды. Во-первых, это скучно, а во-вторых, темные тона у лица старят. Делайте ставку на элегантные пастельные тона. Не исключайте принты, но выбирайте их вдумчиво. Наиболее беспроигрышный вариант – геометрия. Клетка, полоска, мелкий горошек. С использованием этих рисунков сложно напортачить. Можно использовать и цветочные узоры, но тут нужно быть внимательной. Рисунок не должен быть слишком олиповатым и пестрым. При выборе обуви стоит учитывать не только свои предпочтения и модные рекомендации, но и состояние здоровья. С возрастом становится сложнее носить каблуки, поэтому стоит обратить внимание на другую обувь. Это не обязательно должны быть балетки и туфли а-ля домашние тапочки. Есть немало элегантной обуви на невысоком устойчивом каблуке. И обратите внимание на кеды и кроссовки. Это удобно, стильно и модно. В жизни каждого человека случаются события, требующие особой одежды. Если дама не является звездой, то вечерние платья в большом количестве ей вряд ли потребуются. Более практичным приобретением станет нарядный костюм с юбкой или брюками. Преимущество этого варианта одежды в том, что его элементы можно носить по отдельности, комбинируя их с другими вещами, что позволит разнообразить образы. Следите за собой, одевайтесь красиво и элегантно. Будьте счастливы! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!